В День Победы возле памятника танку иркутский комсомолец, несмотря на ненастную погоду, участники праздничного шествия начали собираться за час до самого митинга. Одни из первых – активисты Иркутского политеха, правкомовское братство. Пройти от танка до сквера Кирова для них уже давно стало традицией. Я считаю, что вот этот небольшой пробег, ну тут идти сколько, километров 5 или 10, это самое минимум того, что можем сделать, чтобы этот подвиг не забывался. Для меня это очень значимо, потому что у меня бабушка сама участником войны была, и поэтому для меня это все-таки несет какую-то лепту в памяти и напоминает о бабушке. Еще одни представители Иркутского технического – курсанты военной кафедры Ирниту. Они в одной колонии с военными. В торжественном шествии и параде в этом году они участвовали уже второй раз, что прибавляло уверенности. В прошлом году было очень большое волнение, и прошли мы в прошлом году, если честно, на троечку, грубо говоря. В этом году нас хвалили очень сильно, мы явно преуспели и улучшили в плане техники маршировки. Домой с фронта не вернулись почти 200 тысяч жителей Иркутской области. Погибших почти лиминутой молчания, а чуть позже к танку «Иркутский комсомолец» юные курсанты возложили гирлянду, чтобы отдать дань памяти тем, кто сражался за родину в те страшные годы. Вспомнить иркутян, погибших в мирное время при исполнении воинского долга – еще одна незыблемая традиция. Шествие останавливается возле памятника на площади декабристов, где также кладутся цветы и звучит памятный салют. В торжественном шествии в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне приняли участие более 20 тысяч человек.